Всем здравствуйте! Сегодня у нас обзор новых тканей. Мы опять заказали ткани из интернет-магазина GoldLady. Ссылочки оставим вам в описании. Эти ткани можно заказать удобным для вас способом. Кто-то по фейсбуку, кто-то через инстаграм. Я лично пользуюсь, очень мне удобно заказы делать через вайбер. Сразу реагируют, сразу отвечают. Будет вам в описании телефончик, по которому можно звонить и при желании заказывать ткани. Ткани заказали все уже, можно сказать, летние. И есть такая вот весна здесь. Это у нас и штапель, это у нас лен, это у нас катон. Такие все яркие, красивые. Ну, сейчас мы все ткани будем рассматривать. И приятно, что для зрителей нашего канала предоставляется 10% скидка. Только обязательно скажите, потому что иногда, я вот созванивалась и говорят, что ваши зрители иногда забывают сказать, и мне приходится им подсказывать. Поэтому не забывайте, чтобы вы получили скидочку. Теперь все ткани сейчас рассмотрим. Задаются часто вопросы по составу. По составу каждый зайдет и посмотрит. Потому что я, когда ткани заказываю, я состав, конечно, смотрю. Но полностью не запоминаю. Это мне нужно по всем тканям все заполнить, запомнить и рассказать. Итак, первое, что мы с вами рассматриваем, это катон. Катон летний, хороший, хлопковый. Он такой легенький, стрейчевый. Кстати, магазин очень быстро отправляет, за что им большое спасибо. Пишите, что, допустим, из каждой ткани можно пошить. Вот с этого катона, например, я вижу какое-то такое платьице веселенькое, либо веселенький сарафанчик. Я даже думаю, что это может быть несколько ярусов. То есть взять какой-то сарафан и пошить несколько ярусов. Будет очень красиво, воздушно смотреться. Сам катон тоненький. Тоненький, но, как видите, вот здесь вот я смотрю, он не светится прям так, чтобы сильно. Если, конечно, под этот катон, а он белого цвета, взять и одеть там темно-синее белье, черное белье, возможность будет просматриваться, да, где-то силуэт. Но так он не светится. И прекрасно можно с этого катона, конечно, сшить еще какие-то блузочки. Тоже будут красиво смотреться. Детские вещи, нарядные шортики, бриджики, потому что все-таки тянется. Для лета очень-очень замечательный катончик. Еще один катон, в который я просто влюбилась, и он очень, кстати, нравится моему мужу. Здесь такие цветы по типу ромашек. По цветовой гамме, я не знаю, как, насколько ярко, нормально, да, передается. Здесь, ну, цветовая гамма очень интересная. И бирюза, и бордо, и желтый оттеночек. И здесь же и розовый такой, ну, очень интересный. И вот такие вот, ну, я их назову ромашечки. Тоже катон, тоже легенький, тоже хорошенький. Тоже прекрасный будет сарафан. Ну, я вижу, допустим, с этого катона сарафан, и я уже представляю, как я иду по берегу моря, ветерочек его раздувает. Он тоже такой стрейчевый. Вот посмотрите, какой прекрасный здесь стрейч. Вот я беру, видите, он растягивается. То есть он придаст нам такую легкость. Настолько будет классно. Я вот обожаю лично стрейчевые ткани. Вот, кстати, ткань, которая на мне, да, платье сшита. Это джинс тоже с этого магазина. И он тоже вот, стрейч здесь имеется. Ну, вообще ничего не чувствуется, ничего не сковывается. Пишите, что вы видите из каждой ткани. Мне тоже очень интересно. Иногда я беру ваши идеи. Теперь я перехожу. Лен. Настолько он нежный. Здесь нежно-нежно розового цвета розы. И напыление. Вот такие вот маленькие-маленькие мазки. Напыление такого серебристого цвета. Люрекс. Вот, я думаю, как правильно назвать, да? Такие люрексовые ниточки. Передает оттенок тоже хорошо. Ну, здесь может быть нежное платье красивое. Тоже может быть какой-то сарафанчик. Это может быть интересная туника. С этого льна можно пошить разнообразные платья. И с оборочками, и с какими-то рюшами, валанами. Будет хорошо смотреться. Можно просто такой в строгом стиле. Это может быть какое-то платье на пуговицах. Это может быть на пуговицах сарафанчик. Мы столько с вами уже сшили, столько моделей рассматривали. Что, ну, как бы иногда смотришь на ткань, думаешь, ну, что же с нее сшить. А иногда только увидел ткань, и сразу понимаешь, вот, для этой ткани будет какое-то конкретное изделие. По растяжимости. Ну, здесь интересное такое плетение. Вот, и тоже имеется такой небольшой стрейч. Кстати говоря, при пошиве этого изделия, ну, я имею в виду из этой ткани, можно использовать, допустим, подобрать себе на отделочку, на кантик, вот такой розовый цвет. И будет замечательно. Следующий лен, ну, я и в один, и во второй лен, я просто влюблена. Просто такие, знаете, вот идеальные, просто идеальные лены. Вот этот лен зеленый, он более яркий. Почему-то камера не передает этот оттенок, он более яркий, более такой насыщенный. И, ну, вот можно сказать, что, знаете, вот как бутерброд мы делаем, да, и маслице намазываем на хлебушек. Вот, вот так вот я рукой прохожу. Я сейчас качество тканей уже, видите, стало лучше и лучше, наверное, становится. Кстати, я не сказала, что все ткани, которые мы сегодня с вами рассматривали, катон, льны, это все ткани производства Турция. Если говорить именно вот этот лен более плотный, он тоже имеет стрейч такой вот приятный, классный. То есть мы его растянули, она раз и назад. Все-все-все стало на свои места. Да, он не сильно мнется, не так, как обычно, вот такая, знаете, вот помятость-помятость. По своему внешнему виду вот этот лен может подойти абсолютно для разных изделий и даже для мужской одежды. Это могут быть шведки, это могут быть шортики. Для женщин могут быть брючки, потому что абсолютно не светится, я вам сказала, что плотнее. Здесь такие вот и надписи какие-то есть интересные. И внешне, вот если так на него посмотреть, вот такие вот здесь ниточки выходят, знаете, вот как под джинс. Вот он сделан под джинс, такой стилевый-стилевый, стильный, красивый. Просто невероятно красивый он. И по поводу брючек, вот я говорила, что можно шить брючки. И за счет того, что здесь вот такая вот растяжимость, они будут, наверное, создавать даже эффект утяжки. Если взять и шить их, допустим, такими плотненькими. Потому что посадочка будет все равно удобней. Платье-рубашка, возможно, сарафан, возможно, конечно же, платье. Пишите ваши идеи, что вы видите, что можно шить из этого льна. Следующую ткань, которую мы будем рассматривать, это штапель. Кто не знает, вот, ну, работа со штапелем, почему-то боятся штапель. Штапель не бойтесь, для лета катон, штапель, лен, это самые-самые классные ткани. Потому что в них не жарко. Я в штапель вообще влюблена тоже, я имею в виду, в саму ткань. Да, раньше как-то я, ну, не очень любила штапель, потому что думаю, да, он мнется. И такой легкий какой-то, ну, действительно классно, потому что мы в этом штапеле летом спасаемся от жары. В штапеле, в катоне и лне, да, вот, потому что они хлопковые, они классные. И по штапелю, что очень важно, он дает усадку. Ну, не только штапель, все ткани, которые на основе хлопка, перед раскроем желательно продекотировать. Это проутюжить таким хорошо-хорошо утюжком с паром. Но еще лучше, если мы сначала постираем, а потом будем работать и уже кроить. По штапелю он сминается, да, он сминается. Чтобы сказать сильно, нет, сильно он не мнется. И утюжится просто, элементарно, очень легко и просто. Вот мы одели, походили, и он на нас вот так вот провисает. И сам-сам под своим весом он как бы утюжится. Интересный здесь принт. Он, ну, создает такую иллюзию вышивки. Как будто ткань вышита. Вышиты здесь розочки, типа листочки. Цвет электрик, красный цвет, даже не красный, а, наверное, больше такой, вот он какой-то коралловый, бирюзовый. Ну, здесь я вижу тоже такое интересное платье. Возможно, даже это будет макси или сарафан. Для лета супер. Еще одна ткань. Называется она, кажется, я имею в виду принт, крыло жар птицы. Подойдет на сарафан или плачем в макси. Ну, вот, будет именно ткань, так вот, знаете, заиграет. Она будет себя, ну, как правильно сказать, будет себя показывать, да. Вот она себя покажет в таком в лучшем свете. Суперсофт. Ну, задают вопросы, что за ткань суперсофт, жарко в ней летом или не жарко, потому что здесь такая шелковистая эта ткань. По долевой она не тянется. По поперечной она имеет растяжимость. Она очень легкая. Она так вот красиво ложится. Она практически не мнется. Ну, вот я придавила, придавила, смотрите, и хорошо вот здесь вот задавила. Она не мнется. Ну, я не знаю, мне лично в этой ткани, я вот себе шила уже неоднократно платье, я шила себе сарафаны. Я в этой ткани люблю находиться. Мне в ней не жарко. Абсолютно хорошо. Я люблю либо с открытыми плечами делаю, ну, я имею в виду даже не открытые, а без рукавов. У меня есть сарафан один, я его ношу даже летом дома. Я одеваю именно с супер софта. Он у меня такой восьмиклиночка идет, к низу годы, не длинный. И я его просто обожаю, мне в нем хорошо. Ну, и, конечно же, я думаю, что те, кто покупал, они тоже эту ткань уже полюбили и знают, что это такое. Жду от вас пожеланий, что из какой ткани шить, что показать, что вы видите из какой ткани и с какой ткани нам начать. То есть, вот мы получили ткани, обзор мы сняли и какую ткань вы бы хотели увидеть первой в изделии. А мы постараемся, конечно, для вас снимать интересные мастер-классы, выбирать интересные фасоны платьев, сарафанов и шейте вместе с нами. У вас всегда все будет получаться. Главное, нужно начать и верить в себя. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока.